У меня сразу лицо идет и плечи. Я помню, что были голубенькие таблеточки в виде сердечка по 5 миллиграмм. Я не помню, сколько я набрал, но мне понравилось. Я на самом деле дико боюсь уколов, любых уколов. Я брал вот так вот кожу, мял, она как пластилин, то есть у меня следы оставались. Я пришел в армию первый месяц. Я понял, что это была хреновая идея. Пак яиц, где-то вот такая коробка, там 320-360 штук. И мешок гречки. Ну тогда мне разбарабанило, как поросю, конечно. Будешь делать даже херню полную, ты будешь прогрессировать. Сдеваешься, что это полная... Так можно и написать, что Лукценко испортил тренировку. Булат Сологуб. Кто-то скажет открытие недавнего соревновательного сезона по бодибилдингу. Другие вспомнят старое видео с Булатом, когда половина комментариев были про мощные бицепсы атлета. А кто-то и вовсе застал времена, когда Булат тренировался с Ярославом Вербой и Вячеславом Бо. Или когда интернет обсуждал того самого парня, который умудрился не слить, а набрать массу в армии. Зрители бодибилдинга знают Булата давно, но известно о нем не так много. О его прошлом, о наборе массы в армии, конечно. О тренировках и препаратах, о прошлом соревновательном сезоне и о больших планах на будущее. В общем, тот самый выпуск, который стоит посмотреть полностью, поделиться им и после написать в комментариях, насколько крутая форма у Булата. Что в зале, что на улице, особенно летом, Булат, герой этого выпуска, понятное дело, что в центре внимания. Ну, еще бы, с такими руками. Но вне зависимости от того, успели вы набрать форму к этому лету или, как я, нет, в новинках от Всемайки вы всегда в порядке. Если вы постоянно смотрите мой канал, то знаете, что все майки мой постоянный партнер. И это очередной комплект, который я подобрал уже на лето. Как летит время, только зимний собирал. Шорты прочные, но достаточно легкий материал. Они широкие, удобные, собственно. Чего от них хотеть, мне кажется, идеальный вариант для отдыха, особенно на море, да. Я море не помню, когда в последний раз видел и в ближайшее время точно не увижу. Я брал себе шорты для пробежек. Но вообще, никто не поспорит, хороших шорт много не бывает. Футболка, принт, специально подбирал, мне понравился. Мем из интернета, очень подходит под мое настроение в последнее время. Да, все круто. Но вообще, принт-то не простой, он светящийся. Этой футболке достаточно немного побыть на дневном свете, вобрать в себя его энергию, да. И уже вечером, ночью вы будете самым заметным и стильным на районе. Ну, до тех пор, пока ваш сосед тоже не оформит заказ на все майки. Но и это не проблема, потому что на сайте подобных светящихся принтов больше сотни вариантов. Выделяться будете точно. Ну и по классике, ткань футболки, правда, очень приятная. И принт специально пару раз постирали на деликатном режиме. Картинка сохранилась, все так же светится, все работает. Ну и, наконец, Панама. Вообще, не особо моя тема, но решил попробовать по случаю лета. Долго выбирал принт. Дочке три года, ей нравится. Панда кунг-фу. И вот она, Панаму, с таким принтом у меня на голове точно оценит. А это самое главное. Оценит и, как показывает практика, отожмет. Отжали у меня уже эту Панаму, так что не повторяйте мои ошибки, заказывайте сразу несколько. Ну и, как всегда, я напомню, что на сайте Всемайки огромный выбор разной одежды с тысячами различных принтов. Самые разнообразные тематики от кино и авто до игр и, опять же, мемов. В чем плюс? Можно подобрать целый комплект одежды в одном стиле. Можно взять одну броскую вещь, да, чтобы выделяться. А можно, в принципе, взять базовые вещи без принтов. Потому что классическая однотонная футболка, она нужна всем и всегда. Почему тогда? Я ее еще не заказал. В общем, друзья, переходите на сайт или по QR-коду, или по ссылке в описании. И не забудьте мой промокод на скидку 10%. Я вам гарантирую, это приятный бонус при любой покупке. Тем более, что он суммируется со всеми акциями на сайте. В общем, все майки плюс лето – это комбо, которое мы с вами заслужили. Как и многие из вас, до этой съемки лично с Булатом я не пересекался. Но в плане формы я знал, чего ждать. Еще весной запасался кадрами с его выступления. Вот и разберемся по порядку, как он пришел к такой форме. И заодно определимся, как к нему все-таки обращаться. Булат или Юрий? Я родом со Ставрополя. В Дагестане просто я достаточно долгое время провел. С того времени пошло прозвище Абулат. Все-таки Юрий или Булат? Вообще Юрий, а Булат – это такой навес. Он для слуха более звучный, я думаю. Потому что я думаю, ты же меня тоже запомнил как Булата, а не как Юру. А вообще Юра по паспорту. И для жены. Ну, скажем, на соревнованиях как ты хочешь, чтобы тебя представляли? Мне более озвучно, чтобы Булат представляли. Потому что, как тебе правильно сказать, это как никнейм. Так запоминают лучше. А в обычной жизни? А в обычной жизни Юра. С близкими? Ну, меня так только жена называют. Потому что все остальные думают, что меня Булат зовут. Короче, если в комментариях тебе будут писать, что ты красавец, пусть пишут Булат. Да. Могут просто красавец, я не против. Я начинал с греко-римской, а потом перешел в дзюдо, было после дзюдо, самбо. Я мастер спорта по самбо, по пауэрлифтингу тоже. В 16 лет я пришел в тренажерный зал, я совмещал пауэрлифтинг и борьбу до 19 лет. До 19 лет, до 18-ка я колено отравмировал, потом я закончил. Я думаю, ты со мной согласишься, что спорт в первую очередь это дисциплина. И вот когда она с детства прививается, тренировками и все остальное, это в дальнейшем помогает. Во всех сферах, не только в бодибилдинге, не только в спортзале, в спорте, а в всех сферах, которые применяются и к работе, и к семейной жизни, и так далее и тому подобное. Примеры той самой дисциплины замечаю и по ходу тренировки. Ты по таймеру занимаешься, я тебе ответ, а ты поэтому его не включил. А, ну, ты будешь. Все. Как можно и написать, что у Лукшенко использовал тренировку. Ты педанты в том числе в таких вот мелочах, как время перерыва, да? Ну, я стараюсь, да. И в плане питания я просыпаюсь в одно и то же время, каждый раз кушаю в одно и то же время. Спать ложишься, встаешь в одно и то же время, кушаешь, отдыхаешь и так далее. Мне просто так психологически, морально легче. Потому что я, когда выбиваю с такого графика, мне на психологическом уровне кажется, что я где-то недорабатываю, это у меня забирает какой-то результат. Ну, у каждого свои моменты. Я, знаешь, я вот в детстве настолько упертый был. Вот то, что мы с тобой сейчас занимались, ты говоришь, что там следишь за временем, еще за что-то мы с тобой моменты обсудили. Но начиная 16-лет, когда я занимался в тренажерном зале, я был не то, что, знаешь, дисциплинированный. Я был до такой степени фанатичный. Я в течение двух лет просыпался в одно и то же время, вот без преувеличения. В одно и то же время я кушал одну и ту же еду. Я за два года, ну, там, пару раз сожрал что-то лишнего. У меня доходило до того, что если хотел что-то скушать вкусное, знаешь, там, дома что готовили, я это жевал, а потом выплевывал. То есть меня застегивало по самое не хочу. То есть если взять какие-то те моменты из прошлого, когда мне было там 16-18 и перенести их сейчас, я бы, в принципе, физически даже, не то, что физически, я психологически бы не смог этого сделать. Там просыпаться в 6 утра и вместо института я шел в тренажерный зал на работу, когда был в Пятигорске и так далее и тому подобное. То есть в тот момент я был, знаешь, максимально фанатичным. Я болел этим спортом. Я учился в торгово-экономическом, на финансы и кредит. Вообще-то мог бы получиться будущий финансист, очень хороший. Где-нибудь в банке бы меня встретил. Но меня отчислили со второго курса, потому что я уехал туда на соревнования в Москву. Соревнования перенесли, а я здесь остался. И начал работать в соревнованном зале, тренироваться. Через полгода я вернулся в Пятигорск, в свой город, забрал стипендию за полгода. И все. И дальше меня точно отчислили. Карьера экономиста провалилась. А так бы я сидел в банке, представь бы. Говорил, какую вам карту оформить? Давайте кредит. Слушай, а у тебя шея достаточно крепкая. Это осталось с единоборств, да? У меня нет той мобильности уже, которая была. Но так, конечно, помню. Ну, то есть, в случае неправильного вопроса, ты бы, конечно, мне в ноги прошел и замесел бы меня, да? Ну, я думаю, с тобой общий язык найдем. Нет, я думал, ты скажешь, я думаю, с тобой вообще проблем не будет. Ну, сейчас, в последнее время я еще начал упражнения делать. Подкачиваешь, да? Ты считаешь, что у бодибилдера не должно быть вот этого вот, знаешь, контраста? Многие говорят, бодибилдеры странно выглядят, потому что тонкая шея, допустим, и широкие плечи там массивные. И смотрятся нелепо. Кто-то говорит наоборот, да нет, так лучше смотрятся, пропорции все дела. Ну, не знаю, как по мне, это смотрится убого, потому что, грубо говоря, как ты говоришь, много вот ребят с классной формой, широкие плечи, спина, все остальное, но тонкая шея. Яркий представитель этого Михаила Крыжаник. Ну, честно, я его как атлета уважаю, он классный, крутой, все остальное. У меня уши, как у гуся. Ну, честно, ты когда смотришь фотографии, но вытянутая шея, тут и огромные плечи, еще руки, ну, честно. Ну, как по мне, мне не нравится, как оно выглядит. Мне вот, грубо говоря, нравится, который тоже в Литпро выступает Рубель Носкера. У него Nexzilla есть. Это из Бразилии, который ее? Да, да, да. Ну, там шея чуть ли не шире плечи. Ну, там шея, там и ножище, и все остальное. Но оно, как по мне, оно, знаешь, смотрится более гармонично. У меня, в принципе, ее, ну, она не длинная, поэтому ее можно не качать, у меня сразу лицо идет и плечи. Если бы мне давали выбирать либо такая, либо такая фигура, я делал бы предпочтение, где я развит, и мышца шеи тоже. И все. Слушай, у тебя ключица еще была травмирована, да? Поломана. Поломана? Да. Как такое что? Меня на ковре воткнули плечом в ковер на соревнованиях, и она пополам треснула. Это как раз тот промежуток времени был, когда у меня еще и колено я травмировал. Я переквалифицировался с пауэллифтинга на жим лежа. С борьбой я завязал, в принципе. И потом плавно-плавно с жима лежа. Ну, когда я занимался жимом лежа, я уже больше тренировался по специфике бодибилдинга. А на соревнованиях первый раз я выступил в семнадцатом году. У меня первый турнир был через шесть недель. И так сложилось, что тот сезон, который я откатал, я выиграл все. В восемнадцатом лет это был метан? Метан-солод, да? Да, это был метан, даже помню. Я помню, что были голубенькие таблеточки в виде сердечка по пять миллиграмм. Я, прежде чем у меня появились эти таблетки, я, наверное, месяца три ходил, доставал всех ребят в спортзале старших, которые занимались, у нас на то время было два мужика, которые билдингом занимались, выступали. Я их каждый день трепал, что, как, почему, вычитывал какие-то статьи, что-то искал. И спустя три месяца, да, как мне казалось, я был уже информационно подкован, я начал там что-то принимать. Я помню, это курс был, я ел по пять миллиграмм метана четыре недели. Я не помню, сколько я набрал, но мне понравилось. Перерыв был короткий, недели четыре, и второй курс у меня был уже СУСТ, ДЕКО и метан. Ну, тогда меня разбарабанило, как поросю, конечно. И препараты были такие сомнительные, что после каждой инъекции у меня место инъекции было очень крупных размеров. Ну, это меня не останавливало, потому что, я же тебе говорю, на то время до такой степени фанатичный был. Потому что, касаемо, опять же, тех каких-то препаратов, качество было сомнительное, выбор был небольшой. И я помню, когда, я на самом деле дико боюсь уколов, вот просто, у меня до трясучки любых уколов, но больше всего в задних. Вот, мне, чтобы поставить укол, даже если мне плохо, чтобы мне антибиотики поставили, это, я помирать должен. И из-за этого я как-то пришел к локальным инъекциям, что я там начал куда-то в плечи тулить, в руки. И я помню, что у меня был СУСТ, и он был, честно говоря, хреновый. Потому что после каждой инъекции у меня было дикое воспаление, что, вплоть до того, что я ставил в руки, я брал вот так вот кожу, мял, она как пластилин. То есть у меня следы оставались. Но когда там через 2-3 дня нужно было сделать следующую инъекцию, я тулил туда же. У меня дико было больно руки там разгибать, разминать их. Но меня это не останавливало, я спокойно тренировался, делал все и так далее и тому подобное. Потому что сейчас бы, если бы мне была такая ситуация, ну как минимум бы это закончилось побоями с дилером. Я бы не стал такого делать. На то время я настолько застегнутый был, настолько фанатичный. Я хотел, я горел этим, я жил этим, чтобы мне было все равно, что делать, как делать. Если бы мне сказали, вот нужно это, 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 я бы без разумий делал. Когда я уже постарше стал, появились мысли о том, что, чтобы играть в долгосрочную, надо заботиться о своем здоровье. Тогда я уже начал, там где-то перерыв делать, тут перерыв. Но все ребята, которые выступают профессионально, либо которые хотя бы имеют соревновательную карьеру, они знают, что если ты полностью слазишь и делаешь полностью ПКТ, чтобы вернуть то, что было, это минимум полгода, год назад ты откатываешь. Просто нет смысла? Конечно, потому что когда, если ты, у тебя цели какой-то, на спортивную карьеру, на про-сцену, как у меня, то есть в этом нет смысла. Потому что если я это сделаю, я потеряю год времени. И то есть догнать ребят других, на это уже будет тяжело. Потому что то, что написано в журналах и в интернете, это, конечно, все круто и классно, но очень часто бывает так, что профессиональный спорт, он далек от понятия здорового образа жизни. Начиная от физических нагрузок, заканчивая всей остальной поддержкой. И порой приходится чем-то жертвовать ради результата. Если, как ты сказал, ты хочешь играть в долгую, твое здоровье – это залог твоей вот этой долгой игры. Потому что многие, знаешь, очень ярко выстреливают, и потом через 2-3 года заканчивают карьеру, потому что просто-напросто здоровье уже… Очень серьезные проблемы начинаются. Ну, к сожалению, у меня никогда не было тренера, у меня не было специалиста, который бы меня ввел, подсказывал. Знаешь, у меня все было в моей карьере методом тыка, проб и ошибок. Тут подходит, тут не подходит. И шишек я набил очень много и в тренировках, и в курсах, и во всей остальной тематике. Молодым атлетам желательно найти человека, который достаточно подкован в этом, чтобы они не делали тех ошибок, которые делают большинство. Чтобы вот эта игра была в долгую, а не на краткосрочный период. Чем ты старше становишься, тем уже надо просто к своему телу, к своему форме относиться более профессионально. Потому что тут принцип, знаешь, бери больше, кидай дальше, он уже не работает. Это на начальных каких-то опорах, да, а потом уже нет. Идем дальше и обсуждаем, как Булат становился известным. А происходило это в несколько этапов. Кстати, напишите в комментариях, когда, на каких видео, фото вы впервые увидели Булата. Или, возможно, встречали его лично. Самый-самый первый, когда только ВКонтакте появился. Я выкладывал фотки, мне, по-моему, лет 18-19 было. Как раз занимался пауэрлифтингом, травмировал колено, похудел. И остались только руки, я жилом начал заниматься. И у меня тогда уже руки к 18 годам, 45, что-то такое было. Ну, при моем росте я еще пониже был. И то есть, это вот первая волна была. Это еще натуражка была или уже чуть подзаряжался? Нет, я уже заряжался. Потом вторая волна, наверное, тут была армия. Потому что с армией фотки, я думаю, ты сам их много видел, они разлетелись просто жесть. И вот третий раз, третий этап, вот уже со Славиком. Слушай, вот давай про времена армии. Как ты умудрялся сохранять или даже набирать форму? Тренировки, питание, вот как у тебя было устроено? Знаешь, на самом деле я пришел в армию первый месяц. Я понял, что это была хреновая идея. Потому что подъемы в 6 утра, жрать там не получалось в учебке. Потому что я ничего не знал. Но, но, потом мне подвернулся шанс. Я помогал таскать мешки на камбузе, в столовой. И познакомился с начальницей проц-склада. И мы как-то с ней пообщались. Она взрослая женщина была, кстати, старший пропорщик. И мы с ней договорились, что я помогаю мешки заносить, все остальное. Она будет заказывать на проц-склад и я еду. То есть я за это плачу, потому что нам платили зарплату. И она мне помогала, она мне заказывала пак яиц. Где-то вот такая коробка, там 320-360 штук. И мешок гречки. Ну и плюс, я со всеми поварами дружил в столовой. Это вот первый этап был. Второй этап я начал тренировать. Короче, добавка тебе была гарантирована? Да. Потом я начал тренировать офицеров. Мне дали ключи от спортзала, поставили ответственным. И то есть вот эти два момента столовой и тренировки с офицерами, они как-то в совокупности давали мне возможность заниматься. Потому что из-за того, что я тренировал офицеров, меня, в принципе, ни с чем не трогали. Я спокойно вставал. Ну, пока был подъем у всех, минут за 10, за 15. Кушал. Покушал я. Был кабинет старшины. Там стоял холодильник. Я у меня в холодильнике разрешал еду складывать. У меня не было там тарелок, ничего. У меня была кастрюля. Либо пакет. Потому что я очень часто забирал со столовой рыжку в пакете. То есть обычный мусорный пакет, черный. Я приносил, мне туда накладывали. Я его носил и раскладывал. У меня кастрюлька была или один, знаешь, судок такой, ведро большое. Я вот с него постоянно ел. И все, и так вот, с армией прошла. Ну и, соответственно, по препаратам тоже за счет связи можно было... Ко мне приезжали как-то ребята на КПП, на черном бустике, мерседесовском. Чтобы ты понимал, они вылезли все в кожанках, в спортивных штанах, в белых кроссовках, все лысые, как из 90-х. Я помню, я тогда еще старшина спросила, говорит, это кто такие? Я говорю, да ребята покушать вылезли. Ну, у них лица, знаешь, не особо какие-то доброжелательные были. Поэтому вызывали они, вопросов много. То есть ты тот самый человек, который за время службы в армии именно набрал спокойно? Да. Ты знаешь, как говорится, сломался стереотип. Что говорят, в армии нельзя накачаться. Можно. Можно. Но нужно знать как. Да. Сколько килограммов ты весил, когда пришел? Я когда приехал в учебку, я был 85. Потом до 80 я дома похудел. Потому что там сначала еда была невыносимая. Там утром давали овсянку, в которую можно не то что ложку засунуть, а не стоять будет. А топор туда нужно было запхать. А потом уже к концу армии я был около 98-100 килограммов. В обычной этой жизни люди за год столько не набирают. А ты... А там, понимаешь, там просто делать больше ничего. Там не за развлечения, только спортзал был. Как твои сослуживцы относились к твоей форме, к твоим тренировкам, к твоим, может быть, преференциям? Ну, то есть ты, скажем так, уважением пользовался или завидовали? Они в столовую со мной не любили ходить. Потому что я собирал все, что только можно. Чтобы ты понимал, там приходили, когда ребята новые, которые служили. Ну, знаешь, все пришли, а они еду особо столовую не ели. И там каждому выдавали по яйцу или по два. Я вставал, спрашивал у кого кто-нибудь и ходил по всем столам, собирал яйца. Слушай, я хочу вот этот момент прояснить. Ты именно спрашивал или ты просто подходил с грозным лицом и со всех, скажем, молодых собирал? А ну, видишь, мне грозное не надо делать, у меня постоянно кирпичом. Не, просто подходил, спрашивал, ребята, да не, мы не будем, мы не будем, бери. Ну, через месяц это заканчивалось, они уже не хотели их отдавать. Тогда пришлось делать грозное лицо. Как-то, ну, так вот армия прошла, служба. В принципе, знаешь, с одной стороны, там, ну, особо делать, заниматься нечем было, кроме тренировок. Ну, и все равно с другой, я не жалею, что я туда попал. Потому что именно в армии я получил тот уровень самодисциплины. Что мне там нужно встать в определенное время, там, за 15 минут до подъема, чтобы я успел поесть, одеться, там, еще что-то сделать. То есть, ходить на гамбуз, посреди ночи принести еду и так далее, и тому подобное. То есть, мне в дальнейшем после армии это помогло как-то свой режим выстраивать. Потому что, ну, знаешь, для некоторых людей это дается легко. Мне нет, я на самом деле ленивый. Но это был сыровый набор на яйцах и гречке. Кстати, да. Не, ну, там еще порой была гречка с маслом, сыр, колбаса. Если поварам поможешь, получше, еще что-то давали. Многие, знаешь, говорили, что это фотки. Либо в самом начале, что я потом слил. Либо еще какие-то отговорки придумывали. Они просто не знали, что у тебя были топовые связи на Камбузе. Да? Ну, на самом деле смешно. Придти в армию. Нет, это не смешно. Это, знаешь, это история про вот то, как устроена жизнь. То есть, жизнь это про связи. И то есть, если ты хочешь где-то, как бы, нормально устроиться, то обзаводись связи. В твоем случае принципиально было важно сначала решить вопрос по питанию. Ты решил вопрос по связи, питание решил. Ну, видишь, мне еще повезло с руководством. Потому что оно не препятствовало занятиям. Потому что в спортзале мне давали практически только одному тренироваться. И все. Других ребят туда не пускали. Спортзал там был. Там был бетонный пол. Окна с такими щелями. Зимой там каштангу берешь в руки и примерзали. Из оборудования там была одна шланга. Олимпийский гриф. Кривой. Ну, в плане кривой он был помятый. Самодельная лавка. А, то есть это был не ЕЗ гриф, а просто прямой погнутый гриф. Который был погнутый. Самодельная лавка. Жимовая. Очень низкая. В которой, когда ты жим делаешь, она в спину въедалась. У тебя вечно полоски были. Был верхний блок. Килограмм, наверное, 120. Но на него не было крепления. Понял? Чтобы ногами держаться. И приходилось что-то вечно придумывать. И были стойки для приседа. Ну, они знаешь, как выглядели? Типа рогатки. Просто такие две железки. На которые ставишь штангу. Она туда проваливается. Поэтому, вот что-что, а в армии ноги я не качал. Вот, а вот слово совсем. Потому что если фотки в армии-то посмотришь, они все сделаны по пояс. Потому что ноги там, ну, как у девочки 11-летние. По-другому не назвать. Слушай, меня еще вот какой вопрос интересует. Все равно, что в армии есть, ну, кроссы какие-то, забеги. То есть какая-то функционалка. Я не бегал. Ты все издеваешься, что ли? Поэтому я и узнаю. Нет. Я не бегал. У нас был норматив как-то. Все бегали кросс. Я прибежал предпоследний. А сколько был? Я не помню. Для меня было много. Последний прибежал самый толстый. Самый-самый. А я предпоследний был. Я из нормативов сдал только подтягивания, отжимания. Что мы кидали. Сколько раз ты тогда подтягивался при весе получается? 90. Раз 20-25. Ну, я сейчас, в принципе, так же потянусь. Следующая волна популярности пришлась на тренировки с Ярославом Вербой, Вячеславом Бо и Кириллом Худаевым. Этап жизни в Харькове. Честно тебе скажу, даже если сказать, что это хорошее было время, то ничего не сказать. Это было замечательно. Это, короче, лого Булата. На самом деле, с Лайком мы познакомились, когда я еще был в армии. Мы с ним познакомились в ВКонтакте. Я его песни слушал, когда тренировался. А потом, я не знаю, то ли он мне написал, то ли я его где-то нашел. Я узнал, что он озвучивал Плюшевую городу, что он треки пишет. И мы с ним общались достаточно плотно. И после армии он меня в какой-то промежуток времени звал к себе. Говорит, приезжай там видосики, влоги снимем, еще что-то. Моя поездка туда, то вообще отдельная история. Я туда всеми правдами и неправдами попал. Ну, по факту, когда я туда приехал, знаешь, это закрутилось до такой степени, потому что у меня было 22 или 23 года. То есть у меня стопов не было нигде. Слава, в принципе, парняга такой же. И там такой балаган был. Потому что, я думаю, ты видел видосы эти с этой съемной квартиры. Так вот живут настоящие ребята. Бодибилдеры. Видите, какие хоромы у нас. Да это охуевая хата между... Это харьковские бодибилдеры так живут. Харьковский бодибилдер, да? Да. Суровый, да? Слушай, я тут заметил, кучки полов есть, а... А тогда, знаешь, до такой степени все болели этим спортом, что было все равно. У меня дома, когда мы... Я жил с товарищем Славика, и у меня дома вместо шейкера был стакан из Макдональдса. Короче, вот это шейкер булаты. Ай, блядь, я сейчас сдохну, нахуй. Славик снимал влог с этим шейкером. Понимаешь, тогда многих вещей не было, тех возможностей, которые есть сейчас, но это не мешало тренироваться и как-то развиваться в этом спорте. Короче, прикол в том, что... Вы заметили, в квартире нет кухни, и блядь. Амбиции были, конечно, чуть-чуть другие. Они не то, что были другие, они были более размытые, знаешь. То есть не было какой-то цели конкретной. Был процесс, да? Да. То есть сам процесс от этого, получаю или удовольствие, это уже, когда ты взрослеешь, появляются более узконаправленные цели, что я хочу вот это, это в такой-то промежуток времени. Но тогда не было ни тех условий, что есть сейчас, ни возможностей, ни знакомств. И по большей части, знаешь, было на это на все наплевать. Мы занимались любимым делом. Славик снимал свои угарные видосы, я не знаю, писал свои порой дурные треки. И все это так кайфовали. Вот просто именно кайфовали, получали удовольствие. И Ярик, и мы жили вместе, я, Славик, Ярик. Это вообще отдельная тема. Ну, мы очень быстро разъехались, спустя пару недель. Но и все равно это было круто. Там он пистолет, детка. Ну, это, знаешь, это самое малое, что он творил. У него есть, в принципе, архив личный. Что если, в принципе, знать, что он его ближе к старости опубликует, я думаю, он нормально на этом подымет. Мне кажется, что это вот примерно раз на краевство Арнольд с его вот этими архивами «Качай и железо», которые не опубликованы, и Слава сможет... Да не, я думаю, Слава его переплюнет на раз-два. Потому что, если говорить, опубликовать то, что есть у Славы, все эти мероприятия, которые проводились и во время тренировок, и после, он многих переплюнет. И просмотров там будет намного больше, чем на видосах спортивной тематики. Бразик, покажи бицц, пожалуйста. Блядь, а ты это на видео снимаешь. А что? Сами видите, уже тогда у Булата доминировали руки. И, понятное дело, мы должны были обсудить их подробнее. Это сегодня для экономии времени? Суперсетная история? Или это в принципе для тебя? Нет, я всегда занимаюсь. Всегда, да? Да. Упражнения делаю таким образом. Но только на руки. Все остальные мышечные группы так не качают. Как у тебя там с весом, грубо говоря, 90, руки там за 53 сантиметра. А вот так вот. Понимаешь? Поэтому. А обхват, да, давай у тебя, проясним, какой? Сейчас 53 с копейками в сезоне. При росте? Метро 65. Или 63. Ну, то есть, все относительно, но при твоем росте это совершенно по-другому смотрится? Да, ну, потому что, ну, 53, это не такие большие руки, потому что, ну, у многих ребят, которые постоянно занимаются утяжей, я сам прекрасно видел там за 55 и поехали дальше. Просто из-за самой формы мышц. Ну, и плюс рост дается. Мне кажется, такой объемный, особенно на фотографиях, на видео. У тебя динамика в размерах рук за последние годы есть? Или вот как они у тебя до определенного объема выросли? Так ты их и поделаешь? Не, они потихонечку больше и больше. Ну, просто, если по фотографиям смотреть, у меня руки всегда, грубо говоря, выбивались. Потому что остальные мышечные группы отставали. Вот, я о том же хотел сказать, что как будто бы раньше они выделялись еще больше, потому что все остальное чуть меньше. Поэтому, если в прогрессии смотреть за время, кажется, что руки, грубо говоря, одного и того же размера остались. Торс потихонечку. Ну, на самом деле, и вес крупнее становлюсь. Опять же, ты же сам, ребята, знаешь, что вес в бодибилдинге, это не самое главное. Как сказал один наш общий знакомый с тобой, что бодибилдинг – это иллюзия. Что можно с весом, как на СПС, у меня было 86 килограмм. Я стоял в линейке с ребятами, но меньше всего, но парень весил на 14-15 килограмм больше меня. Это Саша Мартынкин. Все остальные ребята, они еще тяжелее, на 20-25 килограмм. Если линейку посмотреть, с учетом того, что я минус 20 килограмм от их веса, я не особо выбивался с линейки. Вот и вес. У всех разные программы тренировок. Есть там какие-то топовые тренера, которые советуют, что нужно делать столько-столько-то, столько-то. Такой отдых. Промежуток там между мышечными группами. Если взять мою программу тренировок, ну, большинство этих гуру скажут, что это полная... Потому что, ну, то, как я тренируюсь, у меня бывает по 5-6 упражнений на мышечную группу. От 10 до 20 повторов. Если я покажу большинству тренировок такую программу тренировок, они скажут, что нет, ты на таком не спрогрессируешь. Там кто-то, наоборот, из ребят топит за большие веса. Я думаю, ты видишь, я не поднимаю много. Слушай, ну, это был один из моих вопросов, и нельзя отрицать, что силовая база у тебя есть, то есть ты из пауэрлифтинга. Я, как ты заметил, начинал с пауэрлифтинга, и все травмы у меня оттуда. Поэтому я, в принципе, могу поднять 90 кг на бицепс тоже. Но толку для этого, от этого, точнее, именно как для прогресса рук, у меня совершенно нет. Мне намного легче штангу 50 кг поднимать, чтобы я все чувствовал. И как-то играться, варьировать промежутками, с количеством повторов. И так далее, и тому подобное. Это вот мне приносит результат. Я просто к тому, что вот, интересно, две принципиально разные истории. С Ярославом Вербатым много раз тренировался, и то есть у обоих огромные руки. Но если Ярослав, он обожает силовой, именно подход к рукам, то у тебя как бы совершенно другое. А при этом результат у обоих крутой. Я просто к тому, что вот тем, кто смотрит на тебя, за исключением фактора генетики, что ты посоветуешь в плане тренировки рук? Чувствовать себя, наверное, свое тело. Потому что ни один тренер, ни один специалист не будет чувствовать твое тело так, как ты. Никто тебе этого не скажет. Ну, то есть я к тому, что просто если у тебя прут силовые подходы, и ты чувствуешь, что вот это свое, но при этом вот Булат с экрана скажет, что как бы... Что делай под 20 повторов, у тебя руки будут растены. Делай как по кайфу, да? Правильно. Вот я с тобой полностью согласен, потому что ты правильно подметил, взять меня и Ярика. Да, мы разные габаритами, он высокий, я низкий, ну, объем рук в соотношении с телом у обоих большой. И у нас совершенно разный тренинг. Он по силовым, ну, раза в два, в три сильнее меня. И по весу. То есть многие ребята тоже, Олег Кривой, все остальные ребята, тренируются в силовом силе. Я так не могу тренироваться, потому что у меня связки и сухожилия, они хрустальные. Я присадывал 150-200 килограмм, у меня что-нибудь треснет и порвется. Поэтому. Потому что вот даже с ногами мы с тобой общались, я не приседаю, в принципе, вообще. Я могу только фронтально приседать в смите. И то я больше 100 килограмм не приседаю. Но это, опять же, отсылка к твоим травмам, да? Ну, от моих травм, да, потому что у меня поясница не дает и колени. Но, как многие кричали, что у меня там нету ног, потому что я как-то заметил, я в шортах постоянно занимаюсь. На сцене все эти люди куда-то пропали. Со своими криками и советами, что надо тренировать не только руки. Поэтому, опять же, многие говорят, что без приседаний не построить ноги. Я считаю совершенно иначе. Я это докажу. Как пример разного подхода к тренингу мы обсуждали Олега Кривого и Романа Ющенко. У обоих форма хорошая. Оба генетически одарены. У них совершенно разный подход к тренингу. У Олежа, ты видел, он работает с большими носами, он 200 кг на 20 раз спокойно приседает. Рома Ющенко, как он сам говорил, он там больше 100 кг тоже не приседает, потому что, это его слова были, что у него колени хрустальные. Оба тренируются в разных стилях, и у обоих есть прогресс. Ноги у обоих отличные. По большей части, то, что знаешь, говорят, генетика, генетика, там часть играет. По-моему, генетика играет очень большую роль, даже больше половины. Потому что, как тот же Леприз говорил, если оно тебе дано, оно тебе дано, чем бы ты ни занимался, ты будешь делать даже херню полную, ты будешь прогрессировать. А если нет, то иди занимайся шахматами. И все. Другой же вопрос дисциплины, труда, да. Потому что люди большинство, которые предрасположены к этому, которым дается легко, они просто как результат не ценят. И не бросают, либо сходят. И все. Ну, помнишь, как Фил Хит говорил, когда они с Каем тягались, когда он говорил, Кай думает, что тяжелый труд побьет талант. Но когда талант работает, тяжело все кончено. Вот эти слова, оно отражает полностью действительность. Потому что, если человек, который генетически одарен, и он будет вкалывать, впахивать, он обойдет все и всех. И не поможет никакая ни тяжелая работа, ни самодисциплина, просто по вот чемпиону. Он просто тебя обойдет, и пашет ему от природы это дано. И тут с этим ты ничего не сделаешь. Правда ли, что в 18 лет ты, пожалуйста, 80 килограммов? Да. Что настолько ты был хорошим? Как это было? Это вот как раз, когда я начал рассказывать, когда я начал выступать по жиму. Я все говорил, у меня жим дается намного легче, мне легче 200 пожать, чем 200 присесть. И на то время, потому что у меня колено было травмировано, я целенаправленно начал жимом заниматься. И как-то так получилось. Я уже тогда начал форму приобретать, похожую на бодибилдера, но из формы бодибилдера были только руки. Поэтому было и такое дело. Но это уже в прошлом, потому что такой вес я уже не жал. Я говорю, лет 5. Я даже не пробовал, и даже не хотел. Я знаю, что физически мне силы хватит на это, но я не хочу, потому что в самый ненужный момент где-то что-то треснет, оторвется и так далее, и тому подобное. У меня, то есть, знаешь, вот этих амбиций, как у многих ребят есть, что много жать, много приседать, мне оно не нужно. Потому что с пауэрлифтинга я помню, чем это оборачивается, что постоянно болят колени, поясница, там то, там это. У меня физиология такая, что суставы, связки у меня не настолько крепкие, знаешь, как у многих ребят других. То есть, мне это не подходит. Ты выступал по пауэрлифтингу и, в принципе, ты сильный атлет. Давай вспомним твои лучшие результаты, скажем, в классической тройке движения. А знаешь, мне в лифтинге всегда было намного легче сжать, чем приседать. Потому что я выступал в экипировке. В экипировке я приседал 305 в комбезе и в бинтах. Но без экипировки я мог пожать 200. Я максимум жал 205 без экипировки. А майка жимовая, это катана, она, если всем ребятам давала там плюс 30, плюс 40, мне на килограмм 10 давала. Но уже в том моменту, как у меня, как сказать, фигура начала сменяться, и руки стали побольше. Для меня вот эти все жимовые майки уже была проблема. Потому что те, в которые я влазил руками, они у меня были, в принципе, как нынешнюшка. я закончил выступать в экипировке. А максимальные результаты были в приседе 305 в экипировке. В майке я не помню, сколько я жал, без майки. 205 я жал и тянуло 270. Самое тяжелое мне тяга давалась. Вот просто. И все травмы я получил там. Именно на этом движении. Тянули в сумму, потому что тоже в комбезе. Это было самое тяжелое. Потому что мне сейчас даже будет легче пожать 200 килограмм, чем присесть 200. У меня мобильность в поясничном отделе достаточно небольшая. И плюс растяжка, я как полено. Особенно в межсезонье у меня порой доходит до того, что даже сейчас я руки особо за спину завести не могу. И да, в определенных движениях мне это составляет дискомфорт. И тяжело дают все. Потому что даже обычные при сравнении со штангой я почему не могу делать, если не считая поясницей и всех травм, я просто-напросто руки назад не могу завести. Потому что для этого нужно делать растяжку и так далее, и тому подобное. И мне до этого еще руки не дошли. Любой присед, в принципе, начиная от 50 килограмм заканчивая каким-то большим, у меня будет либо растяжение, либо травма, либо надрыв. С поясницей. Основа вот твоей работы на ноги. Вот допустим, у меня колени тоже просто потеряны. Вот у тех, у кого есть проблемы с коленем и в принципе силовой работой, что ты посоветуешь? Я, знаешь, для себя нашел альтернативу в определенных таких тренажерных залах. это жимовые тренажеры для жима на разной вариации. То есть, которые лежа, сидя есть, вертикальные. То есть, в основу в таких тренажерах работают. Ну и разного рода выпады, чтобы варьировать, тоже, знаешь, чтобы на колено нагрузка не ложилась. Объемная работа, да? Да. Ну, то есть, у меня, в принципе, я все мышечные группы тренирую объемно. У меня нету, наверное, последние лет пять такого, чтобы я там делал три повтора, пять повторов. В принципе, я всегда делаю там у десяти до двадцати, пяти до тридцати повторов, четыре, пять подходов. И у меня не меньше пяти, шести там упражнений на мышечную группу. И вот мы сегодня, в принципе, с тобой тренировались. Сейчас сделаю там четыре упражнения на руки. Обычно я делаю пять, но это уже ближе туда к подготовке будет. Потому что я вот ездил недавно тоже в Москве, был, общался с ребятами, они меня спрашивают, говорят, как ты пять упражнений делаешь? ну, там, тот делает два, тот три на подготовке, они же расти не будут. Ну, мне это подходит. Я, понимаешь, пробовал руки тренировать и два раза в неделю. И тренировать их, там, не знаю, по три подхода, как говорят. А, ну, в принципе, результат у меня что так, что так, что так один. Ну, просто у меня, знаешь, психологически, когда я там сделаю три подхода, три упражнения, у меня как-то в голове тумблер включается, что я не доработал. Ну, в принципе, с твоей генетикой на руки, даже если ты просто дверь будешь дверную ручку открывать, там все равно будет расти. Ну, возможно. И так постепенно мы подошли к нынешнему этапу, к прошлому соревновательному сезону и планам на будущее. У меня полгода тренировочный план устроится, как я там, если я разделяю, у меня есть цикл, там, к примеру, 20 недель. Он делится, там, на макроциклы. И каждые вот эти циклы я веса начинаю, там, там, 60% от максимума своего, там, на 15-20 повторов. И каждую неделю я добавляю просто плавно-плавно-плавно веса. Когда я выхожу там до 100%, до 105% от разного максимума, я обратно возвращаюсь. Ну, у меня эти уже 60% от разного максимума будут на 5 килограмм больше, чем на прошлой неделе. И то есть вот такая прогрессия идет, она меня травм предотвращает. И результат идет. Потому что вот к этому сезону, когда я готовился, я прилетел из Турции, я весел, чтобы тебя не обмануть то ли 86, то ли 87 килограмм. Но я был, я в Турции жрал все подряд. Я был похудевший, но такой у меня лишак был. А на СПС он был спустя 8 недель. У меня было 8 недель готовиться. Я был уже на сцене 86. Не в пиковых кондициях, которых я могу показать, но их хватило, чтобы в тройку залезть среди профессионалов. На России уже был 80-84. Только у меня форма, если ты чемпионат России смотрел, была намного лучше, чем на СПС. и я уже на 2 килограмма был больше. Поэтому вот следующий сезон осенью я планирую где-то выйти до 95, чтобы 92-93 весил. А весна уже, ну, чтобы я впритык к 96 был. И там уже дальше посмотрим. Я не надеюсь на один какой-то турнир. То есть я понимаю, что, скорее всего, мне нужна будет пара турниров, по которым я буду покататься. Это вот будучи, получив про-карту, чтобы на один, на второй, на третьей сезон, чтобы хотя бы в тройку залезть. Потому что, ну, уровень на топовых турнирах европейских, ты, я думаю, сам видел такой. Потому что там нет такого, как здесь было на сцене. Там ребята тоже сильнее, высокого роста. И там округлыми мышцами ты никого не удивишь. Там у всех такие... Перед сезоном моя самая главная составляющая была это не кубки и медали. Я знал, что я залезу в топ. Не то, что я такой самоуверенный. Просто я знаю, на что способен мой организм. Но самая моя главная цель была это медийное внимание. Потому что сейчас бодибилдинг, он тесно связан с медикой. И чтобы, грубо говоря, зарабатывать, помимо хорошей формы, классных кондиций, тебе нужна медийная составляющая. То есть сначала выступив на СПС ту медийную составляющую, то внимание я получил. Плюс это все подогрела расстановка мест. То есть что мне там говорят, вот тебя поставили третьим, ты должен был быть лучше. Меня это, знаешь, честно, нисколько не расстроило. Меня касаемо СПС расстроил только один момент. То, что я хотел миллион, а не 350 тысяч. И все. Потому что даже с учетом расстановка таких мест я получил то, что я хотел. И на России расстановка мест была такая же в абсолютке, но этот бум, весь этот пик, он уже, знаешь, вылился в нечто большее. В симпатию людей ко мне, зрителей, и недовольство, грубо говоря, к судейскому решению. Я судейские решения никогда, знаешь, не обсуждал, потому что у меня политика в этом плане такая, что нужно делать форму на две, на три головы лучше, чем у соперников, чтобы, как говорят, у судей не было возможности засудить. И все. И тогда вопросов никаких не будет. Ну, в плане медийной составляющей это дало свои плоды, потому что после России я заключил пару контрактов, в том числе есть определенные договоренности с брендом Dropit. Я могу сказать, что в плане порядочности, в плане человеческих отношений, в плане отношений деловых этот человек очень классный, очень крутой и профессионал своего дела. Везде есть свои нюансы, каждый пытается для себя вытянуть что-то лучшее и в этом нет ничего плохого. Именно как профессионал своего дела он очень классный. Ну, знаешь, кто бы что ни говорил, все атлеты, все хотят, пьедестал это что, самая высшая точка, это Олимпия. К сожалению, или может к радости, чтобы попасть на этот турнир надо выступать только в NPC. Потому что, я же говорю, у меня опять же очень амбициозные планы и они рассчитаны ни на год, ни на два, ни на пять, ни на десять. Я хочу совместить профессиональную карьеру и сделать все так, чтобы эта карьера приносила заработок. Я знаю, как это сделать и благо так сложились обстоятельства, там, не знаю, жизнь одарила меня там генетикой, называй это как хочешь. То есть, все вот эти составляющие совместить и в принципе я смогу осуществить свой план. Просто для этого нужно время и какие-то определенные ступеньки. И сейчас эти ступеньки это чемпионат России, СПС и так далее и тому подобное. Дальше, естественно, конечно, я бы хотел выступать в NPC в профессиональной лиге. Потому что предпосылки к этому есть. Я не буду говорить, что у меня для этого есть все, все данные. Потому что меня моя форма никогда не устраивала и никогда не устроит. Потому что я сам по себе такой человек, что я знаю, когда я буду всем доволен, я на этом и остановлюсь. А до уровня NPC, до профессиональной лиги есть еще над чем работать достаточно много. И вот в ближайшее время, год-два этим я и займусь. О перспективах Булатов-Про высказался и Александр Федоров. Еще несколько месяцев назад в качестве комментатора он был не согласен с судьями и отдавал титул абсолютного чемпиона Кубка страны именно Булату. Но Сологуб тогда стал только третьим. Колоссальный потенциал. Парню надо мы с ним здесь на тренировке, мы с ним тренировались, у него колоссальные перспективы. Просто работа над недостатками, немножко побольше пластичности, харизмы на сцене, я думаю, он большой красавчик. Я еще раз сказал это в комментариях на соревнованиях, когда комментировал чемпионат России, когда он ставит Беннадис Кириди, я не понимаю, как это может там четыре позы, которые он выиграл, это просто нонсенс. И как он мог бы его поставить на третье место, я не понимаю. Что в итоге? Видео с Булатом есть в сети, есть даже канал с его именем, но на данный момент он отношения уже к нашему герою не имеет. А вот создать новый канал, и развить его, такие планы у Булатой есть. Я вот недавно, кстати, с этой женой обсуждал, потому что она меня, как можно сказать, провоцирует, говорит, нам нужен свой канал, нам нужен свой канал. Мы даже купили ноутбук для этого, сейчас там подшаманим. Я не думаю, я знаю, что свой YouTube мы сделаем, тематика выпусков помимо бодибилдинга у нас уже нацелена, сейчас в скором времени, я думаю, месяц-полтора и эта тема начнет работать. Что же касается этого видео, иногда Булата сравнивают с лепристом. А в плане, чем мы похожи, то, что мы полтора метра роста и большие руки, ну, в этом да. Ну, и у меня еще прическа шикарная, в отличие от него. Опять же, в плане татуировок на лице тоже ты отставил. Ну, я же не такой еще пенсионер, как он. Может, время еще придет. Иногда встречал и такие комментарии, мол, Стетхэм, который подкачался, но большинство просто знают его как обладатели отличной формы и феноменальных рук. Теперь вы знаете историю этого атлета, по крайней мере, фрагменты его истории, так что поделитесь в комментариях, все-таки у нас колоритный герой, да, напишите в комментариях, что вы думаете о его форме и его перспективах в прох. Ну, и, конечно, обратную связь вы можете оставить Булату не только под этим видео, но и в его профиле. Ссылку на него я оставлю в описании. Поделитесь этим видео, поддержите его, если вам нравится такой формат, подписывайтесь на канал и, как всегда, спасибо, что смотрите.